МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россияне рассказали, сколько им необходимо денег для нормальной жизни. Данные соцопроса приводит российская газета. Оказывается, для среднестатистической семьи из трех человек необходимо 83 тысячи рублей. Жители городов-миллионников указали сумму не менее 118 тысяч в месяц на троих. О тех, кто умеет зарабатывать и считать деньги, пойдет речь сегодня. В России отметили День предпринимательства. Профессиональный праздник, установлен указом президента России 10 лет назад. Это первое правительство. Я, Наталья Пехтерева. Здравствуйте. В Орловском регионе предприниматели были в центре внимания не один день, а целую неделю. Они принимали участие в семинарах, презентациях проектов, круглых столах, которые направлены на повышение эффективности ведения бизнеса и расширение горизонтов сотрудничества. Сегодня Орловская область проводит последовательную политику укрепления взаимовыгодных контактов и дружеских отношений с зарубежными партнерами. Расширяется и география наших деловых интересов. Совсем недавно мы рассказывали о визите делегаций нашего региона в Словению. Теперь Сербия. Делегация во главе с председателем Южно-Батчского административного округа Республики Миланом Наваковичем прибыла в Орловский регион. Южно-Батчский округ расположен на севере Сербии в автономном крае Воеводина. Административный центр – город Нови Сад. Это крупный промышленный и финансовый центр Сербии. Примерно в 80 километрах к северу от Белграда. В городе Нови Сад на заводе «Фениксбус» производятся микроавтобусы. Расположены штаб-квартиры сербских компаний «Нефтяная индустрия Сербии» и «Сербия ГАЗ». Кроме того, там находится второй по величине в Сербии университет. Но ВИСАД и Россию связывает больше, чем только схожесть сербского и российского менталитетов. Он – город-побратим Нижнего Новгорода и Костромы. Южно-Батчский округ включает 13 общин. На территории округа проживает 600 тысяч человек. Данный визит является ответным. После посещения в октябре 2016 года Республики Сербии делегации Орловской области во главе с губернатором Орловской области Вадимом Владимировичем Потомским. Тогда в рамках того визита осталась встреча Вадима Владимировича с мэром города Нови Сада, где мы договорились подписать в первую очередь соглашение между мэрами городов, между мэром города Орла и город Нови Сада, которое было подписано, напомню, 31 января этого года. Об укреплении стратегического партнерства двух стран, наращивании взаимодействия в сфере торговли и инвестиций, увеличении товарооборота, расширении культурных связей в марте этого года говорил президент Владимир Путин и на тот момент премьер-министр республики Александр Вучич. В нашей стране Вучича знают как принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между Россией и Сербией. Его деятельность будет способствовать развитию российско-сербского стратегического партнерства на благо братских народов двух стран, отметил Владимир Путин после выбора в Сербии. Дополнительным импульсом в развитии международных, экономических и социально-культурных связей становится межрегиональное сотрудничество Сербии и российских регионов, в частности Орловщины. Сербия – это страна европейская, которая никогда за всю историю нашей дружбы между сербским и российским народом никогда на секунду не дала возможности задуматься, что ее позиция по отношению к России, добрая позиция может измениться. Они сразу заявили, никаких санкций против России объявлять мы не будем. При всем при этом понимали, в какую непростую ситуацию, в международную политику они себя уводят. Но вот этот дух братства, дух общей победы в Великой Отечественной войне, когда мы, наши отцы и прадеды, деды шли вместе, он сохранен. И для того, чтобы вот это наше общее дело, наша дружба была, мы должны еще ее скреплять как можно больше экономическими связями. Поэтому свою лепту в это скрепление, в эти скрепы мы внесем со стороны Орловской области, потому что мы видим, как общаются наши президенты, как они друг друга поддерживают, видимо, на всех международных аренах, на всех без исключения. Поэтому Орловская область, я как губернатор, буду всецело этому способствовать и делать все возможное для того, чтобы у нас были очень крепкие экономические связи с огромной политической поддержкой друг друга. Для нас это очень важно в современной жизни, в современной международной политике. А сербы, они показывают всей Европе, что Российская Федерация это очень мощная страна и бороться с ней путем введения санкций это бесполезный вариант. С Россией можно только дружить. Я очень благодарен и благодарен за тот визит, который произошел в составе нашей делегации в Орловской области по приглашению господина губернатора Владимира Владимировича Потонского. Мы будем стараться, что наши президенты двух стран согласовали и сотрудничество. Мы должны, как руководители региона, это выполнять. Орловщина и Южнобальский административный округ планируют взаимодействовать в сфере культуры, туризма, спорта, молодежной политики, образовании, промышленности, сельском хозяйстве. Нам есть что предложить друг другу, говорили стороны на пленарном заседании. Нам на самом деле есть что показать, есть что продемонстрировать, потому что по ряду направлений мы достаточно занимаем серьезные лидирующие позиции в Российской Федерации. И очень бы хотелось, чтобы сербская страна заинтересовалась нашей продукцией. В то же время, все, что предложит сербская страна для Орловского, для Российской Федерации, мы готовы стать одним из пилотных регионов, где могла бы в полном объеме быть представлена продукция в Сербии. Зеленая роща. Сегодня парк – это площадка категории «Гринфилд» площадью 140 гектаров, полностью обеспеченная дорожной и энергетической инфраструктурой, сетями газа, водоснабжения и канализации. Парк «Зеленая роща» непосредственно примыкает к федеральной трассе М2 «Крым». Имеется железнодорожная станция. В университете сегодня создана инновационная инфраструктура, включающая технопарк, бизнес-парк, лаборатория, в том числе, по переработке сырья. Я согласен с вашим конструктивным впечатлением и направлением, что все субъекты, хозяйственные субъекты, субъекты ваших учебных заведений, все должны соприкасаться и сотрудничать с нашим регионом и дойти до точки соприкосновения. Спасибо вам большое. Хотел бы благодарить вас. У меня очень большое впечатление получил от презентации Орловской области. И хотели, чтобы вы сдружили так и дальше. В завершении встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает участие в целом ряде совместных проектов. У нас есть большой потенциал для наращивания отношений в различных сферах. И подписание документа будет этому всячески способствовать, говорили губернатор Ватим Потомский и председатель Южнобальского административного округа Республики Сербия Милан Навакович. Я очень благодарен своему коллеге и Сербию, что он сюда приехал с своей делегацией. Мы показали возможности двух наших регионов. Я убежден, что с ответным визитом будем в сентябре месяце в Сербию. Еще раз пообщаемся. Это соглашение, которое сегодня подписано, показывает и то соглашение, которое подписали сейчас по братиме город Ариоли и город Нови Сад. И сейчас наши две области из-за того, чтобы показать наши две области покажем и дамо пример другим областям и конкретно сотрудничества. И сейчас это соглашение, которое является первым в таком виде, показывает и другим регионам, и в Сербии, и в Российской Федерации, как надо дальше работать и сотрудничать на этом уровне. И велика захвалность Русской Федерации Владимиру Владимировичу и Путину за все оно что чини за Сербию и сигурны смо да Русия никогда нечет признать независность Лужно-Српске покровение Косова и Метохи. Хотели бы поблагодарить и благодарность править президента РФ и Владимиру Владимировичу Путину за то, что все он делает для нас, как сербов и для сербского народа. И мы знаем, что Российская Федерация никогда не признает Южно-Сербскую автономную Край Косово и Мехатрухи как отдельное государство. Программа визита в Орловскую область сербской делегации была обширной. Визиты в научные и образовательные учреждения, участие в празднике ко Дню славянской письменности и культуры и, пожалуй, самое запоминающееся событие. Губернатор Орловской области Вадим Потомский члены сербской делегации и посетили Вятский посад Орловского района. Здесь, на территории будущего православного центра располагаются храм Сретения Господня, православные гимназии, мастерские, иконная лавка, спортивная площадка, детский городок. Я очень доволен и ходом, и качеством, и всем, что здесь происходит. Вот в едином момент одновременно сейчас здесь работают 275 человек, выходные дни больше 300 человек, потому что мы 9 числа это православный центр будем открывать. Что-то, может быть, мы не успеем. Ну, мы такое число себе определили, поэтому эти сроки нам нужны, потому что, когда ставишь цель, ты к ней идешь другими шагами немножко. Так я очень доволен. Вы же видите, какого здесь качества, какое здесь исполнение. Я думаю, что это будет, на самом деле, визитная карточка Орловской области, и все, кто будут приезжать к нам в гости, мы обязательно будем сюда привозить, потому что нам есть еще что показать. А самое главное, здесь будут учиться дети. Здесь будут учиться дети, они будут учиться с верой в Бога, у них будет начинаться учебный день с молитвы, заканчиваться с молитвы, они здесь будут всему учиться ремеслу, исконно русскому, православному. Мы здесь возродим в определенной степени традиции Орловщины по производству часов, завода Янтарь. Мы уже договорились с специалистами, с мастерами, которые на Орловщине, слава Богу, живут, и они с удовольствием согласились здесь свое искусство передавать детям, потому что это искусство. Это будут эксклюзивные вещи не для продажи, не для... Это будет чисто вот... Знаете, такой бренд. Мы Орловщине вернем, что касается этих часов. А так я очень доволен, здесь все равно у меня глаз радует. Я здесь каждый день, фактически, может быть, там иногда не получается подъехать, но я считаю, что люди это оценят. Люди это оценят. Вот это... Это навсегда. Вот все, что угодно в жизни может произойти, а вот это навсегда. Это нашему будущему поколению, что если вы верите в Бога, если вы с Богом, у вас все получится. Верить надо. И все будет нормально. И жизнь будет по-другому. И Господь будет... Молитва услышана. Понимаете? Он все видит. Он все понимает. Поэтому надо верить в Бога, и все будет хорошо. Необыкновенные впечатления. Я бы очень хотел привести сюда свою семью, своего маленького сына, трехмесячного. И я убежден, что моя семья будет посещать этот комплекс регулярно. И я в пользу случаях хотел поблагодарить Вадима Владимировича за его личный вклад. И я вижу, как он относится искренне к этой стройке, к этому православному комплексу. С какой душой. Потому что, знаете, это не просто комплекс православный. Это вклад. Это колоссальный и огромный вклад в будущее нашей страны, в будущее нашей Родины, в будущее наших детей. Судя по планам двух глав регионов, поводы рассказать о взаимодействии и укреплении дружеских отношений нам еще представятся. А теперь вернемся к неделе бизнеса. Пожалуй, самым центральным мероприятием стала встреча губернатора Вадима Потомского с представителями предпринимательского сообщества. Правительство региона продолжит работу по поддержке орловского бизнеса, сказал глава области в рамках делового завтрака. У нас не та ситуация, не тот регион, где можно все время находиться на тренировках. Надо выходить уже в финальные схватки и побеждать. Побеждать по ряду направления. Те-моему, я еще говорю, потенциал огромен просто. Нам нужно что-то делать со строительной отраслью, потому что она сегодня очень серьезно проседает. Меня это пугает. Почему пугает? Потому что я считаю, что стройка – это самый основной ледокол развития территории. Если стройка идет, жизнь в регионе идет. Экономика в регионе растет. У нас сегодня есть рост экономики, но это тот инерционный потенциал, который был заложен еще вот мы когда давали очень серьезные льготы по налогу на прибыль на имущество в 2014 году, когда мы только инерционность есть, но я знаю, что инерционность достигнет до определенной точки по шкале, она встает. Потом начнется спад. И этот спад – это стройка. О профессиональном празднике предпринимателей мы будем говорить во второй части программы. В рубрике «Интервью» Дмитрий Рябцовский, начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития Орловской области. Смотрите после обзора событий. День славянской письменности отметили в Орле. Центром празднования стало село Становой колодезь Орловского района. Свои творческие подарки гостям и участникам подарили губернаторский камерный хор «Лик», коллективы Орловского района, вокально-хореографический ансамбль «Веселая слобода» Орловского областного колледжа культуры и искусств. ГМС «Лив Гидромаш» 70 лет. Ведущие предприятия страны экспортируют насосы в десятки стран. Среди них Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Индия, Китай. На заводе трудится 2550 человек. Средняя заработная плата превышает 30 тысяч рублей. Правительство Орловской области с своей стороны готово активно поддерживать все усилия, направленные на рост объемов производства. Повышение качества выпускаемой продукции, усиление социальной защиты трудового коллектива. От всей души желаю «Лив Гидромашу» динамично развиваться, вносить вклад в независимость России и благополучие ее граждан. В Орловских школах прозвучал последний звонок. После получения аттестата по правилам 2017 года выпускники могут подать документы в пять вузов. Предоставляется возможность выбрать до трех специальностей в каждом. В нашей студии Дмитрий Викторович Рябцовский, начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса. Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Здравствуйте, Наталья. Вся текущая неделя посвящена предпринимателям, у них профессиональный праздник. С какими результатами Орловская область подошла к этой дате? Результаты достаточно позитивные. Я хотел бы немного рассказать о тех цифрах, с которыми мы подошли к этой дате. На сегодняшний момент в Орловской области зарегистрировано более 27 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых более 9 тысяч это юридические лица, и у нас работает более 19 тысяч предпринимателей. На сегодняшний момент оборот предприятий малого и среднего бизнеса у нас впервые приближается к цифре 200 миллиардов рублей. Это гораздо выше, чем показатели прошлого года, 2015-го, если брать в сравнение с 2016-м. Значит, Какие сферы демонстрируют наибольший успех сегодня? Ну, на сегодняшний момент я готов вам сказать о тех сферах, которые наиболее часто обращаются к нам за государственные поддержки. Соответственно, эти сферы, мы можем делать вывод, наиболее, наилучшим образом развиваются и наибольший вклад вносят в развитие экономики. В первую очередь это сфера промышленности, переработки сельского хозяйства. Именно предприятия этих сфер наибольшим образом, чаще всего обращаются за государственной поддержкой к нам в департамент, закупают новое оборудование, по которому мы предоставляем субсидии, соответственно, увеличивают численность работников на своих предприятиях и держат хороший уровень заработной платы. Традиционно жители городов стараются развивать бизнес, открывать свое дело, а что касается жителей сельской местности, а не как? Да, традиционно наибольшее количество предпринимателей у нас зарегистрировано в городах Орел, Ливный, Имценск. Но для того, чтобы развивать предпринимательство в сельской местности, правительство в Орловской области предпринимаются различные меры государственной поддержки. Поддержка на законодательном уровне это тоже поддержка. У нас в Орловской области на сегодняшний момент действуют все виды режимов льготного налогообложения для предпринимателей, которые они могут применять предпринимателей, зарегистрированные в сельской местности. В первую очередь это закон о патентной системе налогообложения. Самый простой до применения. Именно предприниматели, которые работают на селе, могут применять этот закон. В качестве инновации в этом году мы хотим добавить 5 новых видов предпринимательской деятельности в данный закон. Мы предварительно рассматривали данный момент на комитете. В течение недели мы встречались с предпринимателями на различных мероприятиях, семинарах, обсуждали этот вопрос, получили поддержку и в текущем году от лица губернатора Орловской области, обладающего правом законодательной инициативой в Орловске, областной совет народных депутатов будет внесен проект закона о совершенствовании патентной системы налогообложения, в которой будут добавлены новые виды предпринимательской деятельности, в том числе, которые предприниматели, зарегистрированные на селе, могут использовать. Еще в помощь предпринимателям два фонда гарантийные и микрофинансирование о каждом поподробнее. Я предлагаю сегодня рассказать. Фонд микрофинансирования с какими результатами он завершил минувший год, что показало начало этого года, и какую помощь конкретно он оказывает нашим бизнесменам? Действительно, гарантийная и микрокредитная поддержка являются самыми востребованными среди субъектов малого предпринимательства, особенно микрофинансовая поддержка. За время своей работы наш фонд предоставил займов субъектам малого и среднего предпринимательства более чем на 2 миллиарда рублей. Это очень крупная сумма. Исходя из того, что капитализация фонда на сегодняшний момент составляет 330 миллионов, мы видим, что предприниматели смогли уже несколько раз воспользоваться услугами нашего фонда, потому что возвратные меры поддержки на сегодняшний момент, на наш взгляд, это самые эффективные меры поддержки, потому что одними и теми же деньгами предприниматели могут пользоваться несколько раз. Фонд предоставил в прошлом году займов более чем на 400 миллионов рублей. Если говорить о тех цифрах, с которых мы начинали в 2009 году, то тогда мы предоставили займов только на 40 миллионов рублей. То бишь объем выданных займов на сегодняшний момент, количество активных заемщиков, это те показатели, по которым наш фонд микрофинансирования входит в число лидирующих фондов ЦФО. Кто может обратиться за помощью в фонд микрофинансирования? На каких условиях выдаются займы? В фонд микрофинансирования могут обратиться абсолютно любые предприниматели и юридические лица, которые в соответствии с 209-м федеральным законом наделены статусом субъекта малого и среднего предпринимательства, и о которых информация содержится в едином государственном реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Данный реестр размещен на сайте налоговой службы, и каждый предприниматель может себя найти в этом реестре. Займы предоставляются в соответствии с общими правилами, а также по специальным порядкам. Специальные порядки разработаны для тех предпринимателей, которые хотят поручить займы под более низкий процент и готовы взять на себя определенные обязательства. А вот чем выгоднее, чем в банке? Выгоднее гораздо, чем в банке, по двум причинам. Ниже процентная ставка, меньше срок ожидания принятия решения кредитным комитетом о подтверждении выдачи займа. В нашем фонде кредитные комитеты проходят каждую пятницу, поэтому срок ожидания предпринимателями денежных средств для получения гораздо короче, чем в любом из банков. А какую максимальную сумму можно получить? Значит, начиная с 2016 года мы увеличили максимальную сумму займа до трех миллионов рублей и предоставляем займы теперь на срок до трех лет. Ранее сумма займов могла быть максимальный миллион рублей, сейчас три. Значит, процентные ставки у нас варьируются от 4 процентов до 18 и зависят от сферы деятельности предприятия, от средней заработной платы на предприятии и от вида займа. Если предприятие берет займ с обязательствами, допустим, создать новые рабочие места, то имеет возможность получить займ под самый низкий процент. А под наиболее высокий процент мы кредитуем предприятия, которые работают в сфере торговли. Потому что данный вид деятельности, по нашему мнению, является самообеспечиваемым, поэтому здесь мы стараемся поддерживать предприятия, в первую очередь работающие в сфере промышленности и сельского хозяйства. А вот в каких случаях могут отказать в займе, к чему нужно готовиться? Может быть, там, пакет документов определённый собрать, какие-то особые требования, правила? Пакет документов полностью размещен на сайте официальном фонду микрофинансирования. Он делится на два вида. Один пакет документов для индивидуальных предпринимателей, второй пакет документов для юридических лиц. Предприниматели в любом случае могут ознакомиться предварительно перед тем, как обратиться в фонд с этим пакетом документов, собрать уже все необходимые документы и после этого обратиться в фонд. Причина отказа у нас только одна – испорченная кредитная история. В других банках? В других банках совершенно. Если до этого предприниматель был неаккуратен в уплате кредитных платежей, то здесь наш фонд может отказать в предоставлении займа. Также стоп-фактором предоставления займа является наличие лицензии на торговлю алкогольной продукцией. Такие предприятия не могут получить займ в нашем фонде. А можно ли повторно обратиться за займом? Да, конечно. И сколько раз можно обращаться? Можно обращаться сколько угодно раз до займа, для получения займа. Предприниматели многие так и делают. Они, допустим, имеют возможность взять 3 миллиона рублей и постоянно, гася часть займ, обращаться за новыми и докредитовываясь до 3 миллионов рублей. Своеобразная кредитная линия. Постоянно они могут находиться, будучи заемщиком нашего фонда. Так делают многие. Мы также приветствуем это, если заемщик является аккуратным платильщиком по займу. В 2016 году на базе фонда был создан региональный центр поддержки экспорта. На какие направления он ориентирован, я предлагаю напомнить. Ну и какие первые результаты он уже показал? Он востребован, фонд? Действительно, это была своеобразная инновация для нашей области. Никогда ранее не было у нас структуры, которая бы на профессиональном уровне отвечала за развитие экспорта и содействовала нашим экспортно-ориентированным предприятиям в ведении их деятельности. И на уровне правительства Орловской области было принято решение о создании данного центра. Для удобства предпринимателей мы решили разместить его на базе фонда микрофинансирования. Фонд уже знает место его расположения в центре города. Ну вы напомните еще? Да, доступность полная, удобная. Салтыкова, щедрена, 34 адрес. Поэтому мы приняли решение разместить на базе фонда. На сегодняшний момент центр полноценно работает на поддержке экспорта. Мы сертифицировали его по международным стандартам, укомплектовали штатам. В настоящее время Министерство экономического развития выделяет денежные средства для развития его текущей деятельности. В прошлом году мы получали финансирование федеральным. Мы в текущий год, не стало исключением более трех миллионов рублей, было введено Министерством экономического развития на поддержку орловских экспортеров. Ну а теперь вернемся к региональному гарантийному фонду, фонду поддержки предпринимательства. Какие успехи демонстрирует он сегодня? И что говорят сами предприниматели вам? Какие отзывы приходится слышать? Вы знаете, отзывы о деятельности нашего фонда гарантийного только положительные. Его смысл работы заключается в том, что предприниматель, если не имеет должного объема залогового имущества для получения кредита в коммерческом банке, может обратиться в наш фонд и на льготных условиях получить гарантийную поддержку по своему кредиту. Мы даем гарантии в объеме до 50% от суммы кредита. В текущем году правление фонда приняло решение об увеличении объема предельного займа, по которому мы можем выступить гарантом. На сегодняшний момент сумма гарантии для всех субъектов малого и среднего предпринимательства равна 25 миллионов рублей. Соответственно, предприниматель может взять в кредит 50 миллионов рублей. Для предприятий, работающих в сфере промышленности, переработки и сельского хозяйства мы увеличили объем гарантийной поддержки до 10% от капитализации фонда. 10% на сегодняшний момент составляет порядка 33 миллионов рублей. Соответственно, общая капитализация фонда где-то 330 миллионов рублей. Количество текущих гарантий, я могу сказать, что порядка миллиарда рублей. Услуга востребована. Очень много предпринимателей обращаются в наш фонд. Ну, кроме того, что есть еще и нефинансовая помощь, можно обратиться за услугами, касаемых юридической помощи и так далее? Совершенно верно. Два года назад мы создали специальное структурное подразделение фонда Центр поддержки предпринимательства, который работает с предпринимателями и оказывает им как финансовые, так и нефинансовые услуги. Обратившись в Центр поддержки, предприниматель или даже физическое лицо может получить полный объем консультаций по регистрации предприятия, по открытию индивидуального предпринимательства, по оборе налоговой системы. Наш фонд уже два года работает, сотрудничает тесно с Министерством экономического развития и получает денежные средства от Министерства экономического развития на оплату консультаций предпринимателей по бухгалтерским услугам, юридическим услугам, по продвижению товаров предпринимателей, маркетинговых услуг. Мы планируем и дальше развивать эту деятельность, увеличивать объем финансирования, потому что эти услуги являются очень востребованными со стороны предпринимателей. И вы знаете, что в текущем году мы объединили все наши фонды на одной базе, и теперь по принципу единого окна наши предприниматели могут получить все виды государственной поддержки в одном месте. Ну и в качестве точки ваши поздравления предпринимателям. Я бы хотел пожелать всем предпринимателям в первую очередь позитивного баланса. Хотел бы пожелать, чтобы объем полученного дохода всегда превышал ваши расходы, чтобы всегда те средства, которые вы тратите на налоги, вы о них не жалели, а понимали, что эти средства идут на содержание социальной сферы, на развитие экономики. Я желаю вам успеха, всем вашим семьям благополучия. Вас также с праздником, спасибо вам большое за беседу. Спасибо за приглашение. Это была программа «Первое правительство». Все наши выпуски можно найти на сайте obladin.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова